Слушайте доктора. И в преддверии последующих праздников, а не надо забывать, что у нас там и Рождество, и День Святого Валентина, там уже 8 марта не за горами, да и вообще, в конце концов, зима – это подготовка к летнему сезону, а для косметологов – это самое лучшее время, чтобы работать, а по себе знаю, да, самое загруженное, я бы так сказала, время. Мы поговорим о лазерах в косметологии. И тема так и звучит. Лазеры в косметологии. Для кого, когда и как? Ну, во-первых, начнём всё-таки программу у нас рекламно-информационная. Мы всё-таки скажем про подарки на Новый год. И я бы хотела у вас спросить, есть ли у вас услуга такая в возрождении, когда можно подарить сертификат, например, на Новый год на любые услуги, на какую-то сумму, и там человек выбирает услуги. Есть такая? Ну, естественно, у нас многие годы существует это, и, в общем-то, в основном, друзья наши, которые подписаны ВКонтакте, у нас очень большая группа ВКонтакте, там 5600 человек, они это знают, и они всегда покупают своим близким, родным, и на 8 марта, и на Новый год. Любая сумма прописывает. Сделать это можно. Сделать это можно. Это хорошо, потому что у женщины должен быть, и у мужчины должен быть выбор. Сертификаты, мне кажется, это прекрасная история. Чтобы кто ни говорил, под ёлку подарок – это классно, но получить подарок, а потом ещё и сделать свой выбор – это ещё лучше. Теперь, верно ли моё утверждение, что зима – это лучшее время для того, чтобы пользоваться лазером в косметических целях? Здесь двоякое мнение, потому что, ну, вот как наши американские коллеги считают, и они стремятся к тем лазерным технологиям, которые позволяют у них работать и летом, потому что, ну, вот мы были в своё время в Аризоне, там это практически Мексика, и они работают круглогодично на этом лазере. Но здесь речь идёт, наверное, о том, что какие-то процедуры можно и летом делать. Допустим, удаление сосудов летом можно делать, а вот шлифовку мы не можем делать. Лазерный лифтинг, при том, в каком я понимаю, имею в виду, там, неодимовым лазером, да, а не СО2 лазером, да вот, можно летом делать. Но вот лифтинг и шлифовки все на СО2 и на Эрби только зимой. Разберёмся. Вот сейчас мы и будем разбираться. Прежде чем мы перейдём к шлифовкам, постакне, рубцам, лифтингам, куперозам, эпиляции, даже татуажу, не говоря уже о пигментных пятнах, мы должны с вами ещё один момент нашим слушателям уточнить. Когда мы занимаемся косметическими процедурами, напоминаю, мы сегодня говорим о лазерах в косметологии, мы сразу представляем себе весь комплекс косметических процедур, которые человек может в современной клинике произвести. А сейчас абсолютно доступны разные вещи. И мезотерапия, и введение филеров, и установка нитей, да, и подтяжки всякие там, и прочее. Очень много чего происходит, и очень часто так бывает, что мы делаем это не последовательно в комплексе, а спонтанно. Вот даже подарок подарили, пойду я себе глаза сделаю, ботекс уколю, губы сделаю или поставлю такие красивые себе высокие скулы. Вот мне кажется, что, конечно же, идеальная ситуация, когда работает пациент, клиент и врач-косметолог по какой-то определённой программе. Не всегда это удаётся, но, конечно, это, мне кажется, лучший вариант. Согласны? Согласна. Но даже если это не получается, какие правила человек точно должен знать, как минимум, последовательность исполнения процедур? Где здесь лазер, на каком месте? Дело в том, что если лазерные установки есть и присутствуют в лазерных клиниках, в любых косметологических клиниках, то там, как правило, врачи знают, что вначале идут лазерные процедуры, а потом ботекс, филеры и биоревитализанты, потому что лазеры за счёт высокой энергии разрушают эти вещества. То есть всё, что ты себе ввёл, это же ботекс или филеры, после лазера всё разрушится? Да, и поэтому мы честно пациентам всегда говорим, мы не гонимся в данном случае за прибылью. Почему? Потому что, ну, я считаю, репутация важнее, и всегда даже они обижаются, но мы им объясняем, что вот вы ввели филер, мы сейчас проведём с вами даже этот обычный лифтинг лазерный или там сосуду берём, но ваш филер будет разрушен, причём в течение месяца он выйдет у вас. Ну, кто там столько, там, 15-20 тысяч заплатить, чтобы это потом вышло через месяц. И мы им говорим, не раньше, чем через 8-10 месяцев, пока филер стоит, вы к нам не приходите на процедуры. Много таких случаев, когда к вам приходят и говорят, хочу во что бы то ни стало? Ну, в городе Кирове много. Это почему происходит? От неграмотности нашей? Да, это от неграмотности, я считаю, наших коллег, или, ну, по крайней мере, даже я бы не сказала, что неграмотность коллег, у них нет просто лазерных установок, да, то есть я ещё раз говорю, всё-таки специалисты, которые имеют центры, да, они это знают. И это во всех конференциях, конгрессах, это уже оскомину набило, это всё время говорят, но мне кажется, кто слышит, слышит, кто не слышит, не слышит. У кого гонка за деньгами, кто-то не слышит. У меня-то всё равно такое мнение, что наше здоровье в наших руках. И, конечно, специалисты могут быть разные, но если ты даёшь себе труд изучить вопрос обстоятельно, ты всё-таки должен для себя сделать определённые выводы. Вот не спонтанно так пошёл, это сделал, потом это нажал, получил там в разных местах, а всё-таки изучив вопрос обстоятельно. И если мы в нашей программе говорим, что, ребята, сначала лазеры, а потом всё остальное, обсуди сначала, сходи в несколько мест, поговори с разными врачами, выбери для себя программу, доверься специалисту и работай с ним, то мне кажется, что вот это верная стратегия. У меня разный опыт там свой жизненный был, но мне кажется, что это верная стратегия. Да, это верно, но я вот сейчас слушаю вас и думаю, вот даже вот это ерунда, но для меня ерунда, потому что я это знаю. Но вот смотрите, даже если про лазерную систему обсуждать, у нас на косметологии 5 лазеров работают сейчас. И вот человек приходит, он говорит, я хочу шлифовку, а мы у него видим купероз. Мы не сможем сделать ему шлифовку, пока мы не уберём сосудок. Даже здесь есть последовательности, когда к нам пациент приходит, мы говорим, так, первый этап, убираем сосуды, потому что если мы не убираем, на шлифовке они потекут. Вот и поехали. Давайте с этого и начнём. Видите, тут столько нюансов. Да, давайте с этого и начнём. Ещё раз у нас в гостях Гульнар Касимова, главный врач клиники Возрождения. Мы говорим о лазерах косметологии, для кого, когда и как. Итак, раз у нас шлифовка может идти только после купероза, давайте с куперозой начнём. Лазер как способ избавиться от купероза, вот это будет первая тема. Во-первых, что такое купероз? Как это выглядит? Купероз, это, ну, мы, наверное, часто видим таких людей на улице, это когда очень сильно сосудистая сеточка на лице. Вот недалеко вчера убирала эту сосудистую сеточку. У нас в Кирове из-за того, что мы северный регион, много таких пациентов, потому что не надо забывать, что и у горы финской группы здесь много, а у них кельтский тип кожи, как вот у меня, допустим, да, очень тонкая кожа и сосуды все. Близко к поверхности. Да, они близко к поверхности, и такая кожа очень чувствительна к морозам, к нашим вот этим перепадам и к баням. То есть что наша русская душа требует? Бани, распар там до 100 градусов и морозы вот эти. И таких сосудов мы много видим, и причем вот как вчера пациентка заявляла, и я, в принципе, ей верю, что у ее мамы так же. То есть вот у мамы так же, так вот у меня. Ну да, генетически, я согласна, если ты наследуешь тип кожи эридически, то так и будет. Вот. И часто это после курения бывает, и таких женщин тоже видно. И, честно говоря, ее первое, что спросила, курить или вы, это женщины, которые работают на улице, то есть морозы. И вот раньше, когда все-таки больше торговали на улице, 90-е, вот эти дикие года, вот тогда женщин заработали эти сосуды на лице. Сейчас, конечно, хорошие крема, да, то есть мы защищаем себя. Сразу же, сразу же уточнение, имеет ли смысл курильщикам обращаться к вот этой процедуре? Или это бесполезно, если ты не бросаешь курить? Ну, нет, тут как бы в любом случае есть смысл убирать, просто мы будем у них убирать чаще. Вот и все. То есть мы также объясняем пациентам, что если вы будете ходить в баню и распаривать лицо, ну, я, мужчины реже, кстати, мужчины обращаются, когда сосуды убирать, сугубо к тем, кто руководителем, да, кто не хочет, чтобы, ну... Нужно выглядеть презентабельно. Да, презентабельно, особенно если нос как красный нос Деда Мороза, вот они обращаются. А в основном, конечно, женщины обращаются, и они более как бы последовательно, они уж если им сказал, что не надо делать, так они уже и не делают. Как происходит процедура? Процедура, сразу скажу и не буду скрывать, болезненная. Это единственная процедура, которую мы не можем обезболить, кроме... только холод, да, то есть просто на себе убирала трижды, и знаю, что это болезненно, тем более чем тоньше кожа, тем чувствительнее вообще ощущение. Вот. Под местным анестезией, то есть это просто холод. И, в общем-то, бесконтактный неодимовый лазер, но, опять-таки, тут надо говориться, во всем мире сейчас, ну, это, наконец-то, они продвинули это, я, ну, по крайней мере, вижу уже на конгрессах, вот, это неодимовый лазер со встроенной системой Микропалс. Ну, вот это наши, вот эти 90-е годы разработки, которые уехали в Соединенные Штаты, помните, я вам рассказывала. Да, да, у вас есть такой лазер? Да. Неодимовый лазер с системой Микропалс. Он приехал к нам, получается, из Америки. Уже из Америки. Как он работает? Вот. И так вот эта система, она, да, вот 1064 нанометра, она везде у каждого неодимового лазера, да, то есть там южнокорейского, американского, какая угодно. Но вот эта хитрая система Микропалс, она, как-то бы вот вам сказать, чтобы без физики, чтобы вы поняли. В общем, смысл в том, что воздействие импульса настолько коротко, то, что не успевает прогреваться окружающая ткань, и за счёт этого мы не даём рубцов. Вот самый главный. Он работает точечно, он работает конкретно в объект, в сосуд. Да, только на это, да. И поэтому вот на этом лазере сосуды на лице – это просто песня убирать. И все об этом как бы знают, все это признают, и пока другие фирмы не могут до этого дойти, потому что, ну, она запатентованная формула. Человек приходит, он получает консультацию, ему назначается время процедуры. Долго ли идёт процедура? Ну, минут 30, да, потому что, если честно, это одна из самых, так скажем, для врача очень трудоёмких процедур, хотя стоит, ну, средняя цена у нас 2000 стоит. Почему? Потому что я, честно говоря, под лупой работаю, потому что если ты точечно хочешь и вот так вот чётко работать, то это под лупой, и, как правило, очки в данном случае вот только мешают работать, и поэтому очень большая нагрузка на зрение, и, ну, как бы больше 30 минут не проработать на этом лазере, а вот если делать качественно и хорошо, и вот именно сосуды сложнее всего убирать. 30 минут, одна процедура, может понадобиться две, если обширная зона? Мы говорим всегда пациентам, это мы обговариваем сразу же на первой же сеансе, что процедура не будет никогда одна при куперозе, никогда. Это будет, ну, я даже думаю, что и двух не будет, и три, и четыре, но разница-то будет месяц, то есть мы не возьмём раньше, чем через месяц, потому что нужно пройти склерозирование того, что было, и поджимаются те сосуды, которые питались за счёт этого, и лицо плетнеет больше, чем как бы мы убрали сосудов за счёт вот склерозирования этих сосудов. За счёт того, что организм сам уже дорабатывает. Да, да, мы не торопимся никогда. Можно ли убрать купероз раз и навсегда? Или при условии, что у тебя генетика, тип лица, курение, и ещё купероз может вернуться, и тогда снова процедура понадобится? Ну, такой интересный вопрос. Мне кажется, конечно, провоцирующие факторы. Если присутствуют провоцирующие, то он вернётся. Мне кажется, врачи вообще боятся этого слова навсегда. Да, вы с этого иначе. То есть навсегда не надо. Да, да, эти условия. Хорошо, вот купероз. Значит, шлифовка, это слово тоже прозвучало у нас. Что это такое, для чего предназначена, для кого эта процедура? Ну, шлифовку я очень люблю. Вообще, тоже вот интересная тема шлифовок, потому что когда мы начинали работать с Эрби, Эрби вообще считается холодным лазером, золотой стандарт шлифовки. Конечно, вот ту божественную кожу новорожденных мы видим только после Эрби. Попка младенца. О, это просто, я не знаю, как описать эту кожу. Она шикарна. И она шикарна. Вот через 10 дней человек приходит, он уже с такой кожей приходит. Но в связи с тем, что мы докупили еще СО2, вот этот ДОТ-система. Это второй лазер. Фракционик, да, он у нас в городе знаменит. Но вот мы тоже посчитали по тому, вот, например, Эрбиевую шлифовку мы можем делать 4-5 часов. Там другой немножко метод, и это, ну, трудоемко. То на вот этой системе СО2, ДОТ, это час. И понятно, что это не будет так дорого стоить, как Эрбиевая шлифовка, да. И СО2 мне, я бы, вот, например, когда бы мое мнение спрашивали, что бы я делала, да. Эрби или СО2. Да, то вот мелкоморщинистый тип лица с тонкой кожей, как, допустим, опять же, у меня, и когда мне нужен еще небольшой лифтинг, то я буду Эрби выпирать. Вот если будет постакна, очень серьезная, такая плотная, такая кожа пористая, да, это бы я выбрала СО2. И если лицо уже овал поплыл, то тоже СО2. Но никто не мешает их сочетать эти лазеры. И вот опять-таки профессионализм, тут компетентность врача, то есть вначале, естественно, я бы СО2 сделала, да, потому что мы бы поймали лифтинговый мощный этот эффект. Но и никогда после СО2 к нам обращались пациенты, кстати, недовольные шлифовкой СО2, но, мне кажется, только потому что не оправдала надежды, а нужно было пациенту объяснять, что он получит. Потому что ДОТ-система, это дермально-оптический термолиз называется, да. Но это на самом деле такие канальцы, такие ультра-тонкие канальцы, как сеточка на лицо наносится, да. И получается здоровое, чередуется с поврежденной тканью, и за счет этого больше-то получается лифтинговое. А вот этой красоты кожи новорожденного только иробидасты. Поэтому сочетание вот этих двух методик даст, мне кажется, ну, минимум 10 лет мы видим. А если пациент... И опять вот тут... Минимум 10 лет молодости. Да, 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 мы по молодости. А если мы пациенту еще правильно говорим, я всегда пациентам говорю, это американцы также, кстати, мы смотрели даже, слушали доклады их, они предлагают блефоропластику, и бывает так, пациенты, я им всегда говорю, давайте, ребята, вы вначале на блефоропластику сходите, а потом к нам. Вот там и 15 лет можно дать. То есть, ну, вот, конечно... Но надо сразу сказать, не у всех. Ну, не у всех. Давайте, чтобы мы там ожидания не превышали. Нет, ну, знаете, с блефоропластикой и вот если блефоропластикой и СО2 с Эрбием делать, я думаю, что пятнашка будет, потому что эти сочетания дадут. Если мы 5-10 даем просто на шлифовках. Сколько процедур необходимо, чтобы... Эрби шлифовку мы всегда один раз делаем. Эрби один раз. Да. А вот то, что сейчас в городе у нас предлагается, и то, что делается, к сожалению, за очень большие деньги, это можно и 3, и 4 раза в день, раз делать сеанс, да? Ну, 4, наверное, много все-таки. Это зависит от кожи, кстати, постакна, например, или там очень... То там, ну, 2-3 через месяц. И интересно вот эти шлифовки, что СО2, что Эрби, у них же еще последействие долго идет, 8 месяцев, 8-10 месяцев. Когда работает сам организм уже, да? А, да, там же запускается этот коллаген, коллаген, не коллагеногенез, да? Вот это запускается, и да, лицо пу-пу-пу-пу-пу-пу и подтягивается. Вот вы говорили, вот почему вы и говорили, что не надо делать после мезофилеров и так далее лазер, а наоборот. Да. А через какое время после лазера, вот после шлифовки, например, можно делать ту же мезотерапию или те же филипы? Ну, смотрите, плазму не делаем мы сразу. Сразу. То есть мы... Вот человек лежит на кушетке, мы сделали вот такую достаточно серьезную абритивную процедуру, да? То есть... И, кстати, мы человека всегда психологически подготавливаем к тому, что он увидит в течение трех суток. А что он увидит, простите? Это ужасно. Красный помидор он увидит вместо лица. Если вот женщина-бомж, которую, ну, я не знаю, избивали много раз, и она такая с огромно пухшим лицом, без глаз, там, это утро в китайской деревне. То есть это чудовище. Вот она, красота требует жертв. Да. То есть мы пациенты... И я вот точно знаю, что, ну, как бы, стероидным натурам лучше не делать такое. Вот просто не надо. И мы стараемся некоторым женщинам отказывать, потому что я понимаю, что там будет паника. Не переживет. Не переживет. Эмоционально. Не переживет эмоционально. Нет, это серьезная манипуляция, и пациенты должны понимать, на что они идут. Просто напросто на что они соглашаются. Это важно. Да. Надо быть подготовленным. Сделали шлифовку. Понятно, что будет период реабилитации, который от трех до десяти дней будет длиться. Когда мезотерапию вы говорите, там, плазму делаете, плазму мы сразу делаем, потому что это намного ускоряет нам процессы заживления, естественно. Но все остальные... Плазма собственной крови. Понятно, да. Плазма терапии. Ну, я не люблю вообще слово плазма-лифтинг, потому что сейчас плазма применяется очень много где, и в нашей клинике, в частности, при подготовке или лечении бесплодия плазма-терапию, и там при всех краурозах и всего остального. Поэтому я любитель плазма-терапии говорить, она как бы более обширна. Плазма применяется везде сейчас, и в хирургии, и в чем угодно, суставы, и что угодно. Да, и суставы. У нас, кстати, в Кирове, к сожалению, пока не делают. Очень бы хотелось, чтобы... Я знаю, что уже начинают. Начинают. Уже начинают врачи. Ну, это делать будут ревматологи. То есть ревматологи в сосуды... Ой, в суставы, и все. Это так-то несложно. Это да. Это мне уже рассказывали врачи. Ну, а насчет филеров, насчет биоревитализации, мезотерапии, я думаю, что через месяц, не раньше, чтобы кожа успокоилась. Потому что процессы-то там идут. Это все стрессовые. И активность слишком большая, высокая, и чтобы вот этого не происходило, дать месяц отдохнуть лицу, встать. И, как я говорю, на место этому лицу. А дальше делать можно все остальное. Дорогие ли это процедуры шлифовки? Ну, вот я считаю, что ревматологи в шлифовке, да, она от 20 до 30 тысяч, но она и разово делается. То есть она может делаться раз в 5 лет, в зависимости от возраста. Это лицо или лицо шеи? Нет, шею отдельно. Но, кстати, не очень рекомендуется брать из-за щитовидной железы. Поэтому, если честно, я не в одной из литератур, но, может быть, мне не попадалось, что берут, читают, да, шея, декольте, но, наверное, не эрбивая шлифовка все-таки, а какие-то щадящие режимы СО2 лазера, очень щадящие, такие прямо. Вот те, которые за час делаются, те, которые, то есть там же регулируется тоже. Глубина попадает на проникновение. И если там немножко, и там в области щитовидки просто убирать, потому что слишком близко щитовидная железа. СО2 дешевле процедуры? СО2, ну, у нас в клинике однозначно дешевле от 5 до 10, если ценник по городу от 20. Ну, потому что, опять-таки, надо смотреть, насколько ты затрачиваешь много времени. Ну, как-то вот. И потом доступность. Ведь, смотрите, постакно – это девочки молодые, это студентки. Вот мы уже перешли к постакно. Давайте. Постакно. Время бежит, и нам, мы заявили, что мы ещё и про татуаж расскажем, про пигментные пятна. Постакно. Что это такое? И что с этим делать? Ну, это рубчики, которые остаются после угревой сыпи. И так вот, я очень призываю родителей, потому что это касается-то как раз детей-подростков, когда ребёнок ещё не знает, куда обращаться. Вот уж пошла эта болезнь, угревая болезнь, ноги в руки и к нам бежим. Почему? Потому что мы-то успеваем озонотерапией, банальной озонотерапией не дать возможности развиться постакно. То есть там можно при надавлении, там гной иногда истекает из этих пустул. Вот такие к нам ребята приходят. Но если ты озоном будешь обкалывать, это вот просто курсами мы проходим, да, постакно-то не будет у них. Вот, и поэтому лучше всё-таки предотвратить это, чем как бы... А бывают лица уже потом у взрослых людей, видишь, такие изъеденные буквально язвами. Всё, всё, это уже СО2, Эрбием тут уже ничего не сделать. Это СО2, причём при таких уже серьёзных как бы энергиях, потому что там пробивать это очень сложно, к сожалению. И работа долгая, насколько я понимаю. Ну, однозначно не за один раз. Но, кстати, эти пациенты, они, видать, так намучаются вот с этим, да. И они даже вот... Даже врач так не бывает доволен, как бывает доволен к пациенту. То есть постак мы делаем на лазере СО2? Лучше. Вот моё мнение СО2 на этом. По вашему мнению? По затратам, по всему, мощнее пойдёт СО2. Кроме постакна на лице бывают всякие разные рубцы. Травмы какие угодно. Не знаю, я по-разному. Я и так, и так работаю. Это настолько индивидуально. И на лице я бы Эрбием всё равно сделала рубец. Ну, побоялась бы, потому что... Это шлифовка получается. Да, шлифовочка Эрбием. Так, СО2 тоже заявляется как шлифовка. Но более предсказуемая Эрбиевая шлифовка, её можно доверить, например, человеку, который вообще никогда не сидел за лазером. Ну, то есть молодым специалистам. СО2 побоишься доверить уже молодому специалисту опыт. Мы с вами предварительно обсуждали, что и в процессе эпиляции теперь используется лазер. Удаление волос. Это всегда использовалось. И сейчас у нас мы тоже купили, приобрели этот нашумевший 1С-Про. 1С-Про. Да, 1С-Про. Инновейшн, он так и называется. Там сочетание двух длин волн, диодника и неодимового лазера. Это очень высокоэнергетичный аппарат. Причём к нему требуется специально ещё бесперебойник, бесперебойник, потому что вышибает, и как бы, ну, это, представьте, какой уровень энергии. И, если честно, это единственный лазер, на котором я без очков работать вообще не могу. И меня иногда подташнивает, потому что настолько яркий импульс света, что это, ну, невозможно работать так. И поэтому, конечно, я категорически не согласна с рекламой, которая сейчас идёт по интернету, что она не требует медицинского лицензирования. Потому что, ну, почему, например, неодимовый лазер требует, диодник у нас стоит, требует медицинской лицензии, да? А вот этот не требует. То есть получается, вот я просто пациентам, ну, как бы, не принято говорить пациентам, а клиентам, потому что эпиляция – это косметическая процедура. Можно задуматься. Почему? Потому что, ну, как бы, я всё равно считаю, что это должны в руках, ну, по крайней мере, медицинских лицензий, да? То есть те, кто, вот как мы проходим там Роспотребнадзор, эти все производственные контроли, да даже банально, чтобы не заразиться контагиозным моллюском, ну, я не знаю. О котором мы говорили в прошлый раз. Да, кстати, да. Ну, то есть тут много, но я считаю, что это недоработки как раз вот, да, законодательства, потому что, ну, как можно одни лазеры медицинской лицензии обязательно, причём ещё и с специализацией лазерной медицины идёт, да, и там есть запретные зоны, то есть лицо только врач, да. А здесь мы заявляем по 1СПРО, что это может вообще любой делать. Ну, то есть вот я честно знаю, потому что наши же пациенты говорят, что сидят без медицинского образования. Ну, будьте внимательны, мы с самого начала об этом говорили, что, безусловно, нужно между экономией времени, денег и спонтанным решением всё, что касается твоего тела, твоего физического и психического здоровья, всё-таки выбирать профессионализм. Ну, я отвечу даже тем, что давайте, если мы говорим о деньгах, то мы решили вот как бы опустить цены ниже самых низких цен по 1СПРО в городе Кирове, потому что здесь уже просто, ну, желание, чтобы пациенты не делали глупостей, потому что потом кто будет разбирать и кто будет эти рубцы убирать. А ожоги, роговицы, это я вот просто не представляю, люди понимают вообще, если неправильно наведённый луч. Вот нечаянно пациент взял и повернул на себя. Всё. Вот, 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 ну, элементарные вещи. Так, предупредили. Эпиляция – это навсегда лазером? Нет, нет, никогда никому не верьте, что эпиляция навсегда, не одна, кстати, эпиляция, кроме электро. Вот, да, электро, да, там несколько раз, но там, вот, опять же, особенно как гинеколог, вижу рубцы. Рубцы, бывает, что рубцы. Так, татуаж. Татуаж. Удаление татуировок. Ну, вот я знаю, что удаление татуировок после армии, после молодости всяких разных интересных историй – это бывает. Приходят мужчины и женщины, удаляют. А удаляют, вот у нас же очень распространён, когда теперь говорят татуаж, я прежде всего о косметическом татуаже думаю. Брови, губы, глаза и не знаю, что ещё там. Ну, обычно, очень сложно, кстати, веки. Мы стараемся вообще практически на веки очень боимся действовать. На брови-то страшно. Брови, губы стараемся делать всегда в тестовом режиме, очень аккуратно. То есть вот делать татуаж бровей не понравился? Приходят исправлять? Через месяц, не раньше, во-первых. Во-вторых, в тестовом режиме. И в-третьих, мы делаем на ку-свичах. Ку-свич – это тот же неодимовый лазер, только там длина импульса уже в нанометрах измеряется, в 10-9-й. И там настолько мала подача вот этого сигнала, что разрыв идёт только клетки, наполненные вот этим татуажем. Ну, татуировку. Приходят исправлять? Косметический татуаж? Не знают. Это наша проблема. Проблема маркетинга, рекламы. То есть у нас уже год стоит этот лазер, но мы как бы, так как в основном медицина и вот нехватка кадров, то есть лазеров много, работать некому. Сейчас поговорим. Вот скажите, пожалуйста, татуировки, которые сделаны не современными аппаратами в последнее время, а те самые старинные 20-летней давности. Можно их убирать. И вот ку-свич-то даёт возможность убрать без рубцов. Вот самое-то главное. То есть почему мы раньше старались не убирать и не трогать их? На неодиме можно было очень аккуратно делать, которые у нас есть, но на ку-свичах-то без рубца. Остаётся ли потом хоть что-нибудь на коже? Вы знаете, она может не загорать, эта кожа, к сожалению, всё равно. Всё равно может не загорать. Но рубцов не будет. Рубца нет. Это важно. Это важно. У нас остаётся буквально полторы минуты до завершения нашего эфира. Мы хотели с вами поговорить про такие пигментные пятна. Вы говорили. Роза. Нет. Розация и пигментные пятна – это разные вещи. Мы не успеем уже. Давайте мы это отложим на следующую программу. Потому что обе, кстати, интересные темы. И о них надо поподробнее поговорить. И так просто быстро я не расскажу, потому что пигментные пятна – самые сложные для косметолога-врача. Слабо сложные. Что такое розация? Только коротко. Розация – это демодекс. Что это? Клещик. Клещик? Это клещ, который поселился в коже, и на лице мы видим такое яркое воспалённое красное лицо. Ну, я не знаю, я розацию вот прямо вижу. Яркое воспалённое красное лицо от клещей. Следующая программа с Гульнарой будет про это. Главный врач клиники Возрождения Гульнар Касима у нас в гостях. У нас остаётся одна минута. Вы сказали, что вы сейчас набираете штат косметологов. Мы можем через нашу программу пригласить людей. Всё равно же будет конкурс, отбор и прочее. Кого вы ждёте? Мы просто расширяемся. У нас на самом деле очень много таких задумок, и получается, что приходится всё тянуть на себе. А мне хочется, чтобы и онихомикозами дерматологи наши занимались. То есть я предлагаю, но нас никто не хочет. И я готова обучить методикам онихомикозов работать, потому что это интересная тема. Я готова, причём мы на местах учим лазером, потому что всё равно в практике, на рабочем месте мы можем научить. Кто вам нужен? Обучение с вас. Но кто вам нужен? Конечно, нам нужны перспективные доктора, которые всё-таки хотят учиться, хотят знать. Но вот, к сожалению, у нас был один печальный опыт. Вот сейчас мы обучили доктора всему, и он ушёл от нас. И открыл своё что-то. Нет, он нам даже не заплатил. Мы ещё за Москву в четыре раза посылали. Но бывает. И я поэтому теперь, если честно, вот честно скажу вам, я очень боюсь молодых. Я предпочитаю, вот у нас средний персонал, 45 лет, я предпочитаю. То есть взрослые, осознанные, врачи любой специализации? Ну, ведь косметология, это дерматовенерология. Дерматовенерология. Пожалуйста, на учёбу, трудоустройство, клиника Возрождения. Да, у нас социальный пакет, всё. Прекрасно. Гульнара Шахвалевна Касимова, главный врач клиники Возрождения, в программе «Слушайте доктора» была сегодня, вела её Светлана Занько. В следующей программе мы поговорим про пигментные пятна и розацию. Всех с наступающим Новым годом. Да, с наступающим Новым годом. Приходите, мы будем с 2 января, мы работаем для вас. Как и все косметологи, они работают без прерыва. Да, и все лазерные процедуры у нас уже, да, расписываются. Спасибо, до свидания. Слушайте доктора.